День учителя отметили в образовательных учреждениях Ленинского городского округа. Я призываю выпускников идти по нашим стопам. Некоторые откликаются. В будущее устремленной в районном историко-культурном центре прошла презентация книги, посвященной 55-летию видного. Это здание будет жить в веках и всегда нужно. Вот поверьте, будет 60 лет, будет 70 лет, она всегда будет актуальна. В районном центре культуры и досуга прошло ежемесячное оперативное совещание. Руководители муниципальных управлений, служб и территориальных отделов доложили об итогах своей работы за прошлый месяц и текущем состоянии дел на территории Ленинского городского округа. Подробности в нашем следующем сюжете. Оперативное совещание началось с поздравлений учителей с их профессиональным праздником, именинников и особо отличившихся работников. Так, грамотой президента был награжден председатель общественной палаты Григорий Авдеев за активную жизненную позицию и помощь нуждающимся в период самоизоляции. Продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю было выявлено 229 новых случаев, сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети ВРКБ Елена Зинатулина. Мы отмечаем рост увеличения коронавирусной инфекции среди детского населения. У нас 6 школ, где подтвержден диагноз у детей COVID и 4 детских сайта по району. Причем в некоторых школах по несколько классов. В связи с ростом заболеваемости больницы ВРКБ 6 октября вновь перепрофилируются под лечение больных COVID-19. Стационарное лечение по терапии, неврологии и кардиологии будет осуществляться в Молуковском стационаре по хирургии и офтальмологии в Расторгуеве. И на этой неделе мы очень активно сейчас занимаемся, чтобы организовать травматологическую круглосуточную помощь, потому что жители очень много обращений по поводу этого. Будем организовать на базе амбулатории Ботово-Парк. Глава округа сообщил о кадровых изменениях в администрации. С сегодняшнего дня я представляю исполняющего обязанность начальника управления образованием Киселева Наталья Николаевна. Обсудили также и проблемные точки округа. Представитель управляющей компанией ЖК «Май» пожаловалась на регулярное отключение электроснабжения. А в ночь на понедельник перестала работать КНС, обслуживающий деревню Горки и ЖК «Май». Среднюю ночью на КНС деревни Горки произошло хищение питающего кабеля на КНС. То есть КНС остановилось, мы оперативно сейчас проводим мероприятие. Проблемы с очистными сооружениями есть и в ЖК «Новомолоково» и пригороде «Лесное». Также многие жители жалуются на необоснованные пункты в квитанциях от МОС «Обл.ЕИРЦ». А пришедшие в их офис на школьную 84А разобраться в ситуации сталкиваются с огромными очередями. Действительно, говорится, на школьную безобразие там вообще невозможно не пройти, не простоять. А в очереди, как правило, одни пожилые старики. Молодежь каким-то образом может, так сказать, на все вокруг, а пожилые нет. Если работать не получается в идеальном, значит, надо разъяснять, почему разъяснять совместно нашим сотрудникам и этих сотрудникам отдать на распоряжение. Тоже дайте мне сегодня-завтра план. Все остальные проблемные вопросы глава округа Алексей Спаски также пообещал взять под личный контроль. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Учитель – важный человек в жизни каждого. Большинство людей помнится его первого педагога и наверняка у многих остались теплые воспоминания о любимом преподавателе. Сегодня, в День Учителя, наш корреспондент Юлия Погосян побывала в 11-й школе, чтобы узнать профессиональные секреты школьных наставников. Кажется, учителя улыбаются всегда. Несмотря на их непростую миссию, они полны оптимизма, а в такой особенный день настроение в школе приподнятое. Хотя свой профессиональный праздник педагоги 11-й школы встречают на рабочем месте, чувствуется праздничная атмосфера. Профессия учителя одна из самых социально значимых и я также считаю, что одна из самых стрессоустойчивых. Поэтому я своим коллегам желаю крепкого здоровья, большого внутреннего потенциала, творческого потенциала, а также благодарных учеников и понимающих родителей. Видновская 11-я школа – одна из самых передовых в Ленинском городском округе. Современное большое здание, где на благо подрастающего поколения трудится 91 педагог. Как маститые профессионалы, учителя с многолетним стажем, так и молодые преподаватели. Директор школы Ольга Доманевская считает, что даже начинающие специалисты должны иметь возможность как можно раньше начинать получать разнообразный опыт. Поэтому на базе этого образовательного учреждения реализуется соответствующая программа. Я всегда практиковала и сейчас практикую привлечение студентов на прохождение практики. У меня есть курс «Педагогические мастерские». То есть у меня приходят студенты, уже наши выпускницы, наши выпускники, которые просят пройти практику. Иностранный язык, начальная школа. У меня работают учителя, которые в свое время были практикантами у меня. Мы закончили институты и сказали, что хотим работать в этом коллективе, потому что нас так добродушно приняли и помощь оказывали качественную, методическую. Слаженный добродушный коллектив – одна из важнейших составляющих благоприятной обстановки в учебном учреждении. 11-я школа гордится своими преподавателями. Их ряды в этом году пополнились на 25 новых учителей. Одна из них – педагог высшей категории, учитель начальных классов Жанна Ланчева. В профессии уже 32 года. Время сейчас такое, что все стремительно меняется, и дети меняются в том числе. И очень важно найти вот этот подход и понимание. Очень важно заинтересовать детей, очень важно не перегружать их, не нажимать на них ни в коем случае. И, конечно же, очень важна поддержка и понимание родителей, потому что без этого сегодня работать очень и очень сложно. А учитель истории и общества знания. Любовь Михайлова в 11-й школе почти с открытия. Общий трудовой стаж – 34 года. Начинала как учитель пения. Чуть позже переучилась на преподавателя истории. В свою профессию Любовь Ильинична влюблена. Для нее каждый рабочий день – это праздник. Когда ты общаешься, особенно с молодым поколением, ты получаешь какой-то заряд энергии. Ты чувствуешь, как ты им передаешь вот что-то свое, свои знания, свое отношение к жизни, позитив самое главное. Умение правильно себя показывать в обществе, выстраивать отношения. Собственно, вот в этом самое главное, что меня всегда привлекает в этой профессии. Я призываю выпускников идти по нашим стопам. Некоторые откликаются. Многим, что есть в жизни каждого человека, мы обязаны нашим учителям, которые и в профессиональный праздник продолжают нести в этот мир разумное, доброе и вечное. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ургосадовская, ВИДНЭТВ. Колледж в Москве, расположенный на территории поселка Развилка, уже 60 лет занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для различных предприятий и учреждений. 2 октября в учебном заведении состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня создания в стране системы профессионально-технического образования. На праздники побывала и наша съемочная группа. 80-летие со дня основания профессионально-технического образования в колледже в Москве начали отмечать уже с начала учебного года. В образовательном учреждении прошло много мероприятий, посвященных истории этого праздника. Еще эта юбилейная дата, как подчеркнула руководитель Ленинского структурного подразделения Елена Кочеткова, возможность подвести итоги и отметить достижения в образовательной деятельности. В профессиональном плане наши ребята являются активными участниками конкурса профессионального мастерства WorldSkills. И именно наши ребята занимают призовые главные места, побеждают в этом конкурсе, то есть проявляют себя как профессионалы и доказывают тем самым, что все-таки профессиональное образование у нас на высоком уровне. В подразделении, расположенном в поселке Развилка, сейчас получают образование 800 студентов по разным направлениям. Максим Власов учится на третьем курсе по специальности «Сервис на воздушном транспорте». Молодой человек активно участвует в жизни колледжа. Именно ему доверили вести праздничный концерт. Именно для специальности, на которую я поступил, он является, наверное, даже лучшим. Я здесь такого в Московской области нигде не видел. Пожелать, чтобы колледж оставался таким же, как он есть. Да, в каждом колледже что-то когда-то нужно менять, но преподаватель у нас, скажем так, на высшем уровне. Преподавательский состав колледжа насчитывает 43 педагога. Наталья Конева начинала как учитель русского языка и литературы в школе. А в Москве трудится вот уже 27 лет. С каждым годом приходят дети с хорошими аттестатами. Вот уже последние, наверное, три года, когда дети приходят с аттестатами без троек. Конкурс аттестатов. И очень много ребят, у которых аттестаты пятерки и четверки. Это очень приятно. Особое внимание на торжественном мероприятии было уделено ветеранам педагогического труда. Ирина Северьяновна Выставкина на протяжении 44 лет была заместителем директора по учебной работе. Педагогов и студентов приехала поздравить заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Огромное вам спасибо от имени всех, всей системы образования нашего муниципалитета. Все школы, которые вообще существуют многолетние традиции, тесного сотрудничества. Вы помогаете не только воспитывать тех детей, которые еще сегодня в школе, но вы их как птенцов принимаете в свои надежные руки и ведете дальше в жизнь. Музыкальные поздравления подготовили хореографический ансамбль «Дабл Тон» и воспитанники детской школы искусств поселка Развилка. Жители дома номер 2, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола обеспокоены состоянием общедомового имущества и придомовой территории. Они давно стараются наладить диалог с управляющей компанией. Однако обращение к представителям ЖКХ и к местному депутату Павлу Грудинину не дают никакого результата. Дом 2, корпус 1, надписью «Видное» ежедневно встречает жителей на въезде в город. Но являясь в каком-то смысле его лицом, здание имеет неприглядный вид. Много лет в доме не проводился капитальный ремонт, а придомовая территория содержится в неудовлетворительном состоянии. За комфортное проживание долгое время бьется совет дома. Инициативная группа замечает, помощи ждать неоткуда. «Нынешние депутаты выбирали, думали, что он поможет, если он такой большой, великий человек, который баллотировался на президента. Думали, что абсолютно никакой реакции. Вот уже сколько, больше года прошло, по-моему. Мы даже не знаем, где его приемная. И несколько жильцов записывалось к нему. Но, к сожалению, ничего не делает». Дом находится в избирательном округе номер 29. Однако, по словам жителей, своего депутата Павла Грудинина они ни разу не видели. А количество нерешенных вопросов накапливается. Из стен легко достать кирпичи, в подъезде сломаны почтовые ящики, а лифты практически изжили свой срок. Не так давно совет дома даже инициировал переход в другую управляющую компанию. «Как только начали говорить, что мы будем бросать их, будем уходить в другую компанию, пришли человек шесть и начали обмерять все. И смету нам сделали, и все такое. И все. И на этом опять затихло». На сегодняшний день по губернаторской программе «Мой подъезд» было отремонтировано несколько домов в городе. Путем взаимодействия депутаты, жители и управляющая компания привели в порядок общее имущество дома 9, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола. Именно под опеку этой организации и хотели перейти жители. Ведь оставаться в свободном плавании уже невозможно. «Нам очень надоело жить в таких условиях. Нам совершенно все равно, кто у нас будет. Нам нужно, чтобы у нас был чистый, достойный дом. Потому что мы не алкоголики, не тунеядцы. Мы платим собственную квартлату. И хотим, чтобы обслуживающая компания реально обслуживала наш дом». Сегодня вопросами жителей данного избирательного округа занимаются другие депутаты. И хотя работы на своей территории достаточно, они охотно идут на встречи с жителями и предлагают варианты решения возникших проблем. «Я предложил жителям. Вроде как они согласились и считают, что это тоже действительно поможет. Первое – это записаться на прием к директору управляющей компании, которая обслуживает этот дом. Соответственно, чтобы они с подрядной организацией под протокол написали. Во-первых, временные сроки обозначили решение по проблемам. Во-вторых, чтобы это все было за подписью и зафиксировано». Также Павел Русаков предложил написать обращение жителей многоквартирного дома к Павлу Грудинину, чтобы лично передать коллеге на ближайшем заседании Совета депутатов. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видно этого». В районном историко-культурном центре прошла презентация книги «В будущее устремленный». Иллюстрированное издание посвящено 55-летию города Видное и рассказывает об истории и современной жизни города. Над этой книгой работал большой авторский коллектив, но объединил все материалы в единый сборник Алексей Плотников. Именно поэтому на презентации все старались получить его подпись на книге. А сама презентация издания началась с исторического экскурса. «Пустошь паренька меньше верхняя, да пустошь паренька нижняя на Каширской дороге, и нея, обретая название «Видное, а в пареньке тоже». В книге, посвященной 55-летию образования Видного, собраны материалы, рассказывающие об истории Видного и его становлении, о людях, которые оказали влияние на судьбу города. Ряд фотографий и документов широкая публика увидит впервые. Вот это непередаваемое ощущение открытия, которое ты сделал вот здесь, сейчас, раскрыв папку с какими-то никогда никем, никогда не открываемым документом, ты вдруг открыл документ, и он относится к истории Видновского края. Там или события, или о человеке. Это самое дорогое ощущение. На презентации книги присутствовали представители руководства муниципалитета, члены авторского коллектива, рядовые жители Видного. И все выступающие оценили кропотливый труд и любовь, с которой было сделано издание. Это издание будет жить в веках и всегда будет. Вот, поверьте, будет 60 лет, будет 70 лет, она всегда будет актуальна, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что было и что сейчас. Книга носит название «В будущее устремленный». Ее объем 200 страниц и выпущена она тиражом в 500 экземпляров. Те, кто уже познакомился с ее содержанием, отметили не только историческую, но и литературную ценность издания. Сегодня по-разному относятся люди и к литературе, и к искусству, и к книгам. Пусть наши дети, ваши дети летят вот как голды по России и несут эти золотые зерна, которые сидите вы. Изучение истории Видновского края – процесс непрерывный. Автор и составитель издания Алексей Плотников поделился, что работа над новыми книгами ведется постоянно. Я шел на эту презентацию, а мне звонит Глейхман, как там дела с нашим альбомом, посвященным оркестру русских народных инструментов. В то же время мы буквально вчера разговаривали с отцом Ильей, вот с ним работаем над книгой о храме, об известном храме в селе Остров. Так что работы, отдыхать некогда. А нам остается ждать новых книг и новых интересных историй о Ленинском городском округе и людях, которые в нем жили и живут. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.